Я в сети. Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Мы продолжаем с вами заниматься в режиме онлайн. Тема нашего сегодняшнего урока – перпендикулярные прямые. Запишите в тетрадах число 23 апреля и тему урока. На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием перпендикулярные прямые. На этом уроке мы с вами продолжим заниматься по этой теме. Цель нашего сегодняшнего урока – научиться распознавать перпендикулярные прямые, научиться строить перпендикулярные прямые и применять полученные знания для решения задач. Посмотрите и скажите, какие геометрические фигуры здесь изображены. А – точка, отрезок АВ, луч СД и прямая ЕФ. Я думаю, вы ответили верно. Разделите пары прямых на группы. По какому признаку вы разделили фигуры? Я думаю, вы догадались. Есть прямые, которые пересекаются, и есть прямые, которые не пересекаются. По цифре 4 и 6 – это будут прямые, которые пересекаются. Потому что прямая у нас бесконечная. Поэтому, если продолжить, то у нас обязательно будет точка пересечения. Итак, прямые на плоскости у нас либо пересекаются, либо не пересекаются. Что сейчас изображено на слайде? Углы. Угол А – острый, вспоминаем. Угол ХОК – тупой, потому что его градусная мера больше 90 градусов, но меньше 180. И угол С – прямой, равен 90 градусам. Задание первое. Начертите прямой угол АОБ. Возьмите карандаш, линейку, угольник или транспортир. Начертите прямой угол АОБ. На этом же рисунке постройте луч ОД, который является дополнительным к лучу ОА. И луч ОЦ, который является дополнительным к лучу ОБ. Запишите название получившихся прямых углов. Вот что у вас должно было получиться. Запишите название получившихся углов. 4 перпендикулярных углов. Запишите в тетрадях пары этих прямых. Итак, А у нас перпендикулярно прямой Е. Вспомните, что необходимо для построения перпендикулярной прямой через точку, лежащую на данной прямой. Вспоминайте алгоритм. Нам он сегодня понадобится. Прикладываем прямоугольный треугольник. Так, чтобы прямой угол совпал с точкой А. И по стороне угольника проводим прямую. И записываем АВ перпендикулярно А. Что необходимо для построения перпендикулярной прямой через точку, не лежащую на данной прямой. Посмотрите внимательно алгоритм еще раз. Прикладываем. Третья задачка. С помощью чертежного угольника или транспортира через точки А, Б, С, Д постройте прямые перпендикулярной прямой К, Н. Выполните это задание сейчас самостоятельно. Следующая работа у нас будет с учебником. Откройте страницу 254, номер задачи 1230. Прочитаем условие. С помощью угольника определите, какие из прямых, изображенных на рисунке 122, перпендикулярно. Посмотрите внимательно на рисунок 122 на странице 254. И запишите в тетрадь ответ. Проверим. Прямая А будет перпендикулярна прямой М. Прямая Б будет перпендикулярна прямой Р. Прямая С перпендикулярна С. Д перпендикулярна П. Следующий номер. 1231. Читаем условие. Начертите два перпендикулярных отрезка так, чтобы они, первое, пересекались. Второе, в случае, не имели общих точек. И третье, имели общий коньер. Вспоминаем, какие отрезки у вас называются перпендикулярными. Если они лежат на перпендикулярных прямых. Выполняем условие задачи. Записываем с помощью знака, какие отрезки перпендикулярны. Запись оформите самостоятельно. Следующая задача номер 1233. На рисунке 123. АБ перпендикулярна СД. Угол МОС плюс угол ВОК равен 130 градусов. Угол СОК равен 42 градуса. Найдите первый угол МОК, второй угол МОК. Итак, сделайте у себя в тетраде рисунок. А теперь оформим решение. Первое. Запишем, что угол СОК равен 42 градуса. Это нам известно по условию задачи. Далее. Угол СОВ равен 90 градусов. Так как СД и АБ у нас перпендикулярны по условию. Тогда угол КОВ будет равен 90 градусов минус 42 градуса. И это будет 48 градусов. А так как угол МОС плюс угол ВОК по условию равен 130 градусов, то угол МОС будет равен 130 минус угол ВОК. 130 минус 48 будет 82 градуса, угол МОС. Нужно найти нам угол МОК. Угол МОК будет состоять из углов МОС плюс угол СОК. Все эти углы нам уже известны. 82 градуса плюс 42 градуса равно 124 градуса. Вторая задачка. Найти угол МОД. Угол МОД на рисунке состоит из углов МООД. Угол АОД это прямой угол плюс угол АОМ острый. Угол АОД у нас 90 градусов, так как прямые перпендикулярны АБ и СД. А угол АОМ будет тогда равен 90 градусов минус угол МОЦ. Итак, еще раз. Угол АОМ, вот эта часть угла прямого, будет равен угол АОЦ минус угол МОЦ. То есть 90 минус 82. 8 градусов. Угол МОД равен 8 градусов. Угол МОД будет равен тогда 90 градусов плюс 8. Получаем 98 градусов. Записываем ответ. 124 градуса и 8 градусов. Подведем итог урока. Ставьте пропущенные слова. Если А перпендикулярно Б, то при пересечении прямых А и Б образуется 4 прямых угла. Если А не перпендикулярно Б, то при пересечении прямых А и Б не образуется 4 прямых угла. Если при пересечении прямых А и Б образуется 4 прямых угла, то А перпендикулярно Д. Если при пересечении прямых А и Б не образуется 4 прямых угла, то А не перпендикулярно Б. Проведем рефлексию урока. Ответьте письменно на вопросы. Какое из заданий, выполненных сегодня на уроке, больше всего понравилось? Второй вопрос. Какие из заданий, выполненных на уроке, вызвали затруднение? Ответьте на вопросы письменно. Ну а теперь запишите домашнее задание. Параграф 43 вашего учебника. Плюс выполнить номера из учебника. 1232, 1234, 1237. Прополнительным пометили звездочкой. И номер 1240. Первое задание выполняют девочки. Второе задание выполняют мальчики. Итак, выполненные домашние задания отправляйте на электронный адрес учителя-предметника. На сегодня у нас с вами все. До свидания. Удачного дня. До завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...